Каждый третий североказахстанец занят в секторе малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили на коллегии управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития. Там же рассмотрели вопросы социально-экономического развития региона. Подробности далее. Перед обсуждением серьезных вопросов участникам заседания предложили ознакомиться с выставкой, которую организовали в фойе Акимата. Здесь можно увидеть продукцию региона и пообщаться с местными производителями, такими как Куляш Татаева. Она презентовала здесь обувь. В 2018 году бизнес леди вместе с супругом взяла кредит через фонд Дому. Приобрела необходимое оборудование. Конечно, семейный бизнес не сразу пошел в гору, говорит предпринимательница. Сейчас мини-производство, начинавшее с четырех швей, превратилось в единый механизм. Количество рабочих мест увеличилось в четыре раза. Работали на рынке, торговали розницей. Это же обе возили мы из России. Спецодежду возили. Потом в 2018 году, когда услышали, что господдержка малому бизнесу, решили, почему бы нам не открыться. В 2021 году еще взяли с Калакбанка по программе «Ондрис» под 6%, 25 миллионов тенге на оборотные средства, так как в 2021 году все подорожало сырье и материалы. Закупают сырье в Казахстане и реализуют по всей стране. Спрос есть, говорит бизнесвумен. Малый и средний бизнес – двигатель экономики. В нем заняты более 105 тысяч человек, то есть каждый третий трудоспособный житель области. За последние пять лет в этом секторе вдвое выросло производство продукции. Однако этого пока мало, говорит Кумар Аксакалов. Нужно увеличивать количество мелких предприятий, особенно в районах. По итогам 2020 года мы добились увеличения доли малого-среднего бизнеса в валовом региональном продукте нашей области до 31,5%. Это неплохо, но еще мы понимаем, что надо увеличивать и соответствующие резервы у нас есть. Несмотря на оказываемую господдержку для предпринимателей, в отдельных районах эта работа проводится слабо. Вот есть программа экономика простых вещей, но в прошлом году этим инструментом не воспользовались Весильском, Жамбылском, Тимирязевском, Шалахина и Валихановском районе. Они воспользовались господдержкой сельчане, потому как работа, по разъяснению, идет слабая. Далеко не каждый знает о программах субсидирования бизнеса со стороны государства. Наблюдается и без инициативность как местных исполнительных органов, так и самих предпринимателей, подчеркнул Аким области. Разъяснять, показывать, что можно сделать. Надо все время, чтобы в Акимате района была атмосфера такого творчества, чтобы приходили предприниматели. Аким район сидел вместе и обсуждал, что можно сделать. У нас же еще поле не паханное. Меры государственной поддержки имеются, существенные. Давайте, гарантирование можно сделать. Сидим. Неплохих успехов добились в промышленности. За 12 месяцев 2021 заводы региона выпустили более 850 вагонов платформ, 140 вагонов термосов и рефрижераторов. Непосредственный лидер в производстве, вышедший недавно на североказахстанский рынок Кул Инфинити. Также за прошедший год произвели более 10 тысяч кубических метров фанеры, 220 тысяч бигбэгов, более 6,5 тысяч штук изделий для нефтегазовой отрасли. Что доказывает Северный Казахстан не только аграрный регион. Положительная динамика наблюдается и в привлечении инвестиций. За пять лет их доля составила 1,3 триллиона тенге. В общем объеме преобладают частные инвестиции. Сейчас с нами проводится работа по сопровождению инвестиционных проектов. Остановлюсь подробнее на более крупных из них. Летом прошлого года завершено строительство фабрики-эстракции завода Таньшамай, что позволило нам нарастить мощность завода до 180 тысяч тонн масла в год. С увеличением экстракции масла на 15 процентов. Объем инвестиций составило 2,1 миллиарда тенге. Продукция вся экспортируется в Китай. Реализовали в Таньшинском районе еще один успешный проект – комбикормовый завод. Его мощность 100 тысяч тонн в год. Рабочие места получили 70 человек, вложили в строительство 1 миллиард тенге инвестиций. Чего нельзя сказать о Козылжарском районе. Исполнительные органы тратят много времени на документацию и на поиск подходящего места для производства. Тем самым упускают крупных инвесторов, отметил Кумар Аксакалов. Эти процедуры затормозили строительство завода на целый год компании «Рустельмаш». Затронули на заседании вопрос реанимирования старых проектов. Их передадут в новые руки и преобразуют. Так фабрику по выращиванию шампиньонов реконструируют под теплицу. В рамках проекта будут применены корейские технологии, двухъярусная посадка. На данный момент инвесторам ведется реконструкция здания, заказанное оборудование. Будет вложено 3-4 миллиарда тенге. Мощность теплицы составит 2,2 тысячи тонн продукции в год. Еще одна теплица находится на этапе строительства. Это ТО «Зеленый Север». Ее реализует наш местный инвестор ТО «Радуга». Рассказали на коллегии и о мерах по сдерживанию цен. Так, в прошлом году благодаря стабфонду социально значимые продукты были доступны каждому. В этом году профинансируют стабилизационные в 2,3 раза больше. Тем самым увеличен закуп продукции с 6,5 тысяч тонн до 10 тысяч тонн. В текущем году мы планируем выделить дополнительно 1,5 миллиарда тенге. Тем самым увеличится фонд до 3,4 миллиарда тенге. И объем продукции до 15 тонн. Немаловажное направление – туризм. За последние годы наблюдается заметный рост спроса на отечественные базы отдыха. Поэтому в этом году в Имантау-Шалкарской зоне установят пять вышек связи. Рассмотрели и вопрос развития инфраструктуры. До солнечного ВИП в прошлом году закончили. Тоже новую асфальтированную дорогу там положили. Правильно же? Закончили же там до конца. Ну и очень много дорог предусмотрено вокруг озера для того, чтобы они тоже были приведены в порядок. Но вместе с тем здесь очень важно не нарушать экологию, чтобы не перегрузить вот эту уникальную жемчужину в нашу северо-гостанскую область. В целом в этом году ожидается довести объем производства до 365 миллиардов тенге, запустить новые предприятия и увеличить долю поддержки малого и среднего бизнеса. Гюзель Закарья, Михаил Казначеев. Итоги дня.